Гуманитарную ситуацию в Сирии обсудили на специальном заседании Совбеза ООН. Было заявлено, что все стороны конфликта обязаны обеспечить доставку грузов и эвакуацию больных и раненых. Речь шла в обстановке Маддаи, откуда правительственные войска пытаются выбить боевиков на этой неделе. В этот город, а также Кефаю и Фуа прибыли первые конвои с продуктами и медикаментами. Между тем, как обратил внимание представитель нашей страны, при оценке гуманитарной ситуации в Сирии используются двойные стандарты. Помощь необходима и жителям других населенных пунктов, где устроили блокаду террористические группировки, которые прикрываются мирными гражданами, как живым щитом, захватывают людей ради выкупа и грабят колонны с продовольствием. Складывается впечатление, что под предлогом обострения ситуации в блокированных городах и районах предпринимаются попытки сорвать начало межсирийского диалога, запланированного на 25 января. Вся активность эта идет в разрез с резолюции 2254, согласно которой начало диалога не должно ничем обуславливаться. А гуманитарная проблематика должна быть частью межсирийских переговоров. Российский дипломат также сообщил о начале гуманитарной операции наших ВКС. Продукты будут доставлять по воздуху в осажденные города, недоступные для миссии Красного Креста. Первые 22 тонны грузов были сброшены с использованием парашютных платформ в городе Дейр-Эс-Зор, блокаду которого осуществляют боевики террористической организации «Исламское государство», запрещенной в нашей стране. Продолжение следует...